Давай поговорим с Романом Доброхотовым, попробуем вернуть серьезность нашему разговору. Роман Доброхотов, главред инсайдер. Роман, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы приняли, восприняли новость о признании инсайдера нежелательной организации? Ожидали ли вы такого решения? Ну, я бы открыл шампанское, если бы оно у меня было, но у меня был только квас с окрошкой, поэтому я праздновал довольно скромно. На самом деле, конечно, запоздало решение, и я несколько обижен на Следственный комитет, и не очень понял, какие важные истории и проект нас опередили по отчетам званий, поскольку я считаю, что наши расследования угрожали безопасности Владимира Путина куда существеннее. Там вот эта статья же про угроз безопасности, насколько я понимаю. Я думаю, что мы все-таки по всем параметрам должны были пойти первыми, но лучше поздно, чем никогда, так что по отчетам звания на практически каких-то последствиях, наверное, никого внимания не окажут. Просто очень приятно быть нежелательным для генпрокуратуры, значит, для гражданина Краснова, а также для господа Бастыркина, Путина, Бортникова, Патрушева, Шойгу. Мы, конечно, очень нежелательны. Главное, что мы по-прежнему желательны для нашей аудитории, никто от нас не отписывается. С нами по-прежнему общаются спикеры. Вот тут важный вопрос, Роман, если позволите, насколько я знаю, ничего не путаю, инсайдер признан был иноагентом довольно давно, вот еще вот в первой той волне, и сейчас к вам добавляется этот статус нежелательный, правильно? Есть ли что-то между этими двумя признаниями? Так, что я пропустила? Нет, ну там действительно, вот эти два главных... Там было еще признание меня лично иностранным агентом, оно тоже никакой роли не играет. И разница между вот этими двумя статусами, она заключается скорее в том, что если статус иностранного агента требует упоминания, но можно цитировать и типа репостить, то статус нежелательной организации, то вообще, если вы репостите, и даже в принципе лайкайте, теоретически может быть какой-то штраф. Насколько я знаю, пока прецедентов таких не было. Один какой-то, кажется, был прецедент давно в отношении в каком-то очень далеком регионе, где-то в провинции, в районе Башкирии, какое-то одно было административное дело, я помню, даже доведено давно было до суда, по поводу репоста проекта. Но вообще судебной практики нет по этому поводу, поэтому пока мы об этом особо не будем. Вот тут важный вопрос, Роман. Вы сказали, что никакое признание вас нежелательными организациями в России не влияет на вашу аудиторию. Но так ли это в действительности? Я понимаю, что большую часть вашей аудитории читает и смотрит вас через VPN, если они живут в России, или, собственно, находятся за границей, и им не нужно ничего включать дополнительно у себя на телефоне или на компьютере, чтобы прочитать вашу информацию. Но насколько замедляет это распространение ваших новостей и расследований на территории России? Так ли это бессмысленно со стороны государства предпринимать подобные меры в отношении вашего издания? Ну, по статье «Нежелательная организация судить сложно» она только сегодня введена. Мы можем судить только по проекту и важным историям, что у них все в порядке, как они работали, так и работают. Их расследование инвестируют другие СМИ, включая нас. Что касается других мер цензуры, например, блокировки, то мы к ней относились очень серьезно и готовились к ней. И мы думали, что где-то сохраним только третью аудиторию. В итоге у нас сейчас аудитория больше, чем была до блокировки. Так что, в принципе, никаких серьезных последствий даже блокировка сайта нам не принесла. Хотя, конечно, мы понимаем, что если в этой блокировке не было, то аудитория еще была бы больше. По крайней мере, вот нас на третий день войны заблокировали. Вот в первые три дня у нас в 20 раз было больше обычного аудитории. Я думаю, сейчас она была бы на порядок больше, чем раньше, если бы не было блокировки. Но anyway, у нас было в начале года, наверное, с учетом зеркал, тогда еще их не было, тогда было просто 3 миллиона. Сейчас у нас тоже порядка 3 миллионов уникальных пользователей на странице в месяц с учетом зеркал. То есть, ну, как бы приличная аудитория для низшего расследовательского издания. Плюс есть YouTube, который растет, который не заблокирован, где мы только начали, правда, развиваться. И нам, конечно, далеко до популярной политики еще. Но там аудитория быстро растет, и она довольно широкая. Роман, я у тебя поинтересуюсь каким-то достаточно странным вопросом тебе задам, потому что, знаешь, с этими нежелательными организациями, что тут обсуждать, по-хорошему, да? Ну, мы прошли этот путь уже, а потом вы станете экстремистами, а потом станет что-то еще, а потом, я не знаю, по телевизору... А потом и победить просто в адресах. Ну да, ну да. Ну, то есть, как бы это уже какие-то, знаешь, такая мишура, которая не вызывает никакого качественного изменения в нашей работе. На этой неделе мы чуть-чуть затронул журналистов, коллег своих, из-за изданий таких, как «Коммерсант», например, и прочих. Тех изданий, которые когда-то работали с нами на одной поляне, да? Ну, то есть, ну, возможно, там команда Навального была там чуть парадикальнее, да? Но в целом мы делали одинаковые расследования и в «Коммерсанте», и на РБК, и в издании ведомости. А теперь они выпускают заголовки, да, какие-то, и пишут статью про то, что, я не знаю, арест Яшина за репост у Буча. Это, в принципе, окей, надо будет следить за тем, как будут развиваться события, потому что еще ничего не понятно, но будем следить за судебным сопротивлением. Да, безумие какое-то. Как ты, отстранившись от всего этого, наблюдаешь за тем, что стало с российской журналистикой, и как твои коллеги ведут себя во время войны? Ну, мне кажется, что те издания, которые решили встроиться в повестку, они просто выпали из информационного пространства, по крайней мере, из того информационного пузыря, в котором вращается ее потенциальная аудитория. Ну, то есть я специально не настраивал, не подписывал свою ленту ни под какие-то такие издания, типа Комиссант, РБК, Ведомости, Порпс и прочее. Но они у меня все время были в ленте, там, 5-6 лет назад, потому что кто-то на них ссылался, кто-то репостил, это были интересные эксклюзивы. Сейчас их просто нет, они существуют в своем загробном мире, параллельной реальности, и их вспоминают только, когда они совсем какой-то кринж напишут, и просто, чтобы просто посмеяться над тем, что стало с этими изданиями, их тогда приводят в пример, да, то есть больше их никогда и не вспоминают. Но люди из этих изданий, из тех, которые вовремя успели уйти, они делают сейчас хорошие карьеры в других медиа, причем на самом деле уходить, ну, не то чтобы никогда не поздно, конечно, сейчас уже поздно, но есть прецеденты, когда люди уходили из изданий недавно, вот уже после того, как началась война, и из-за войны, и, в принципе, находили себя в независимых изданиях, вот я не буду называть фамилии, но вот некоторые люди, которые выступили против войны, из одного из крупных интернет-медиа, сейчас вот один из таких людей, например, работают в инсайдере, вот, так что, честно, люди, они всегда себя где-то найдут, тем более, если они что-то умеют, вот, а про всех остальных я не вспоминаю, потому что, ну, они как журналисты уже не существуют, зачем вообще о них думать? А ты готов брать на работу людей, которые, ну, во время с началом войны поменяли свое мнение, будучи при этом сотрудниками федеральных каналов или, допустим, канала Russia Today или еще что-то такое, или этих людей инвестировать нельзя? Нет, ну, понятно, что... Если они работали совсем на империю зла, вот на какую-то такую же откровенную, то, значит, они уже совершили сделку со совестью, даже если они работали там в прогнозе погоды, но есть вот эта промежуточная прослойка, с которой мы начали, типа, там, РБК, комиссант, газета Лента.ру, там можно было писать что-нибудь, скажем, про экономику, не затрагивая никакие политические сферы довольно долго. Кстати, если посмотреть РБК, например, который полностью выхолощен, ну, он, например, ну, все-таки особо не позорится, да, они смело ничего не пишут, но и прямо вот что-то позорное пишут. То есть люди из такого рода изданий, я думаю, не просто могут, но и должны сейчас переходить оттуда и либо создавать что-то свое, либо переходить в какие-то существующие площадки и там начинать работать и писать про ту же экономику. Тем более потребность в таких журналистах сейчас очень велика. Расследование можно почитать в «Инсайдере» или на сайте команды Навального. А где вот хорошую экономическую аналитику сейчас, например, почитать, да, или какую-то отраслевую журналистику. Просто жанр целый умер. Так что я надеюсь, что все люди вот из этого промежуточной прослойки, что они после войны все по-науходят, похлопают дверьми и создают какие-то новые альтернативные проекты. Тут надо сказать, что в чате вспоминают и ваш разговор с Дмитрием Медведевым и удивляются, как так ничем не закончилась эта история. Сейчас, конечно, невозможно это себе представить. Спасибо большое. Роман Доброхотов, главред издания «Инсайдер» был в нашем вечернем эфире. Спасибо большое, Роман. Продолжение следует...